Холодная осень 2006 года. Темнеет рано и хочется поскорее оказаться дома. Но эти люди не торопятся покидать промерзшее помещение, которое 20 лет не видела ни ремонта, ни ухода. Родители учителя Тепловской сельской школы решили перестроить заброшенную мастерскую в уютный актовый зал. Мы хотим начать работу хотя бы в середине ноября, а закончить в феврале хотя бы. Если честно, точно мы не знаем, мы первый раз в этом. У нас опыта нет, сколько это может продлиться, сколько это затянет времени демонтаж, монтаж, установка, закупка всех материалов. Мы не знаем. У нас опыта такого нет, но хотим за месяц, два, три это все сделать. А там посмотрим. Когда-то Ирина Грачева была просто мамой ученика, которая вместе с другими родителями переживала за то, что единственное место в селе, где может быть организован досуг молодежи, школа, не имела даже актового зала. Теперь на Ирине лежит большая ответственность. На общешкольном собрании ее выбрали казначеем родительского сообщества, которое после долгих раздумий и сомнений решило взять под свой контроль благоустройство школы. Начало активным действиям положило знакомство с программой развития и интеграции Крыма ООН. Программа обещала помочь при одном условии – инициативу и ответственность в решении организационных вопросов, в том числе финансовых, родители должны взять на себя. Проекты 50 на 50, 50% уносят – это приклон, а остальное – это райгосадминистрация, местная наша власть и родительские, конечно, комитеты. Закипела работа, проекты, расчеты, переговоры. Иногда засиживались до ночи. Ни у кого из родителей и учителей не было опыта составления смет, планирования работ и тем более опыта ведения переговоров с партнерами проекта, которыми выступили районная власть, поселковый совет и предприниматели. Общий бюджет проекта реконструкции актового зала составил 86 тысяч гривен. Из них 12 тысяч ежемесячными платежами по 5 гривен собрали мамы и папы учеников. Но самый главный вклад родителей – трудовой. Весь ремонт помещения они сделали своими руками. У нас большая проблема была с очисткой пола. У нас деревянные полы были. Мы их и шкаблили, и станком специально обрабатывали, снимали верхний слой. Они не подлежали хорошему ремонту. Мы очень долго мучились и дети, и взрослые, и родители. Все были в этом оптамзале полом. Мы практически три недели занимались только полом. Но благодаря сельскому совету и частному предпринимателю мы смогли купить ламинат пол и закрыть все-таки дерево ламинатом. Потому что линолеум на дерево не кладут, иначе сгниет весь пол. Стяжку заливать невозможно было. Непредвиденные проблемы часто тормозили процесс. То строительные сложности, то задержка с финансами. На ремонт актового зала вместо запланированных по проекту четырех месяцев ушло полгода. Но когда даже у самых активных опускались руки, появлялось второе дыхание. Пример родителей и учителей заразил учеников школы, которые тоже помогали в ремонте. Прикрон нас научил верить в то, во что не верилось. Не верилось, что мы создадим, не верилось, что мы выиграем этот проект. И тем не менее, кропотливый труд родительского комитета, родителей села и самих детей помог нам реализовать наши мечты. Открытие актового зала стало для всего села настоящим праздником. Здесь будут работать кружки и проходить общешкольные мероприятия. Нашлось место даже для небольшого танцевального зала. Мы уже зашли в зал и ахнули. Я хотел бы зайти в холл школы и точно так же ахнуть. От той красоты и великолепия, что мы сделали общими усилиями. Оказалось, что принимать работу у самих себя – большое удовольствие. О такой работе, говорят, комар носа не поточит. Пол у стиле длинолюмом, сцена – ламинатом. Новые окна не пропустят зимнюю стужу, и нарядные портьеры придают залу домашний уют. Каждая деталь в этом помещении выполнена на совесть. И чего лукавить, не каждая городская школа имеет такой актовый зал, к тому же оснащенный музыкальным оборудованием. Этот проект и другие проекты показывают, что потенциал сотрудничества и взаимодействия неисчерпаем. На примере этого проекта видно, каким образом взаимодействовали родители, учителя, местные органы самоуправления, поселковый совет, районные отделы образования, бизнесмены. Чтобы наполниться детскими голосами, актовому залу Тепловской сельской школы не нужно ожидать сентября. Здесь будут проводиться мероприятия школьного летнего лагеря. Ну а родители, вдохновленные первым успехом, уже начинают задумываться о том, чем еще могут помочь школе, в которой учатся их дети. Продолжение следует...